Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару, меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару и сегодня у нас в гостях Сергей Петрович Михайлов, сенатор Российской Федерации. Сергей Петрович, добрый день. Добрый день, Андрей, добрый день, уважаемые земляки. Далеко не первый раз Сергей Петрович у нас, как и все наши сенаторы и депутаты Госдумы, люди достаточно открытые, нам всегда есть о чем поговорить, у меня много вопросов, а у Сергея Петровича, я надеюсь, много ответов. Но начнем с темы, которую мы прошлый год с вами довольно долго обсуждали, это программа капитального ремонта школ, которую вы курировали, и вы, и Баир Байскаланович, и депутаты Госдумы от Единой России. Тема большая, давайте, во-первых, напомним, что удалось сделать за предыдущие два, получается, года или три? В этом году третий год. Третий год, а за два года что успели сделать? Ну, на самом деле, очень существенно. Первый год мы, войдя в эту программу, нам удалось отремонтировать 21 здание в 19 школах. А в прошлом году мы даже, ну, такой некий рекорд, что ли, установили. Должны были отремонтировать 49 зданий, выделили нам 6 регионов России, получили много зданий, и мы в том числе. Но мы отремонтировали 51. На сэкономленные деньги удалось две небольшие еще школы отремонтировать в Красном Чикое и в Акшинском районе. А запрос какой по ремонту? Очень большой. На самом деле, задача такая, 450 зданий в 380 школах. И сейчас мы уже заявку сформировали, ну, мы, я имею в виду Забайкальский край, министерство наше образование Забайкальского края, заявку на 230 школ. У нас уже есть проект на смену документации, экспертиза. И уже в Минпосвящении она находится или, ну, или готова туда отправиться, эта заявка, как только будет объявлен конкурс на 25-й год. В этом году, насколько я знаю, параметры финансирования довольно сильно изменены. Нет, они не изменены параметры. А, ну да, второй часть изменены, точнее, на 25-й год, наоборот. Я сейчас подробности расскажу, как происходит ситуация. На 24-й год в эту программу, увидев, что она эффективна, рванули все регионы страны. Если первые два года участвовали порядка 50 регионов страны, то сейчас 85. Практически все. Практически все, да. И, естественно, возникла конкуренция между регионами. Ну, нормальная, здоровая конкуренция и так далее. И было принято решение, что на 24-й год всем сделать одинаково. Примерно 6-8 школ, ну, посмотрели по регионам, и нам досталось 6 школ. В связи с этим мы продумали, что из этих 6 школ должны, ну, точно быть не мелкий ремонт, не 10-20 миллионов, а более существенные. Поэтому у нас в этом году ремонтируются школы, две школы, вернее, три здания в двух школах в районных центрах. Это Приоргунска и Чернышевск. Вот я буквально вчера вернулся в Чернышевск, посмотрев, как там идет ремонт школы, там два здания ремонтируются. Примерно по 70-80 миллионов каждое здание. Кроме того, Харагун, ну, там ситуация была достаточно сложная, и туда, поэтому Хиловский район дали. И две школы в Чте. Но это школы большие, действительно, на самом деле, ремонты большие, я имею в виду, порядка 180-200 миллионов рублей каждая. Но нам федеральный бюджет дает ограниченную сумму. Они говорят, не больше 125 миллионов на школу мы можем получить. Любую, не только Читы, если даже и возьмем периферию, возьмем наши районы, мы не больше можем получить федеральный бюджет. Все просто объясняется, потому что это полномочия региона и муниципалитетов. Ну, капитальный ремонт, содержание школ. Федерация помогает. Мы пытались еще, конечно, школы получить, но всем уж рано, да всем рано, так сказать. Да, давайте вернемся к чтенским школам. Это какие школы? Одна на КСК, я знаю. Это шестая школа и сороковая, по-моему. Сороковая на Подгорбунского, шестая на КСК. Я знаю, что там уже начались ремонты, и мне уже несколько людей сказало, что на КСК все до кирпича сняли вообще. Ремонты действительно существенные. Мы не должны проводить текущие ремонты, если ситуация в школе доросла до капитального ремонта. Зачем замазывать? Лучше уж действительно взяться и сделать все полностью. И что самое главное, следом даются деньги на оснащение этих школ. Это уже другая программа? Нет, по этой же программе, но сразу же параллельно даются. Естественно, администрация школы и руководство муниципалитета имеют возможность сразу посмотреть, какую мебель, оборудование и так далее. Я привожу пример. В прошлом году в Кыринском районе, в небольшом селе Михайло-Павловске, это вообще за шлагбаумом, скажем, на границе с Монголией, я посмотрел, там интернативные панели, в каждом классе получили. Это просто там, я еще засмеялся, говорю, оснащение больше, чем детей. Это, с одной стороны, печально, что детей в селах становится мало, школьников. Но, с другой стороны, мы видим, что, не считая, что мало детей, школа оснащается так, как положено. Да, теперь аппетит руководства школ, каждой школы возрастает, и они хотят уже лучшее брать. Это хорошо, это нормально. И запросы у них есть и так далее. И даже, может быть, некоторой суммы не хватает для того, чтобы удовлетворить запросы педагогического коллектива. Но в этом случае, я говорю, ребят, ну, муниципалитеты, регион может помочь, поговорите с муниципалитетом и так далее. Потому что, опять же, повторяюсь, полномочия наши, региональные и муниципальные, нам помогают, давайте мы свои силы соразмерять и так далее. Но силы соразмерять тяжело, как вы поняли, что нам нужно еще 380 зданий отремонтировать, и поэтому мы на это настроены, и губернатор об этом говорит, Александр Михайлович, что нам нужно последовательно до 30-го года сделать. Почему денег больше? Объясняю. С послания президента мы все слышали, видели. Но это не только послание, это вообще план развития страны до 30-го года, стратегическое развитие страны, в том числе в системе образования. И, соответственно, по этому направлению, вот отдельно взятому капитальный ремонт, туда добавлено в 2 раза больше средств. Но, правда, добавляется туда и еще направление 2, очень важных для нас. Это капитальный ремонт детских садов и капитальный ремонт общежитий и учебных корпусов среднего профессионального образования. Это тоже для нас очень важно. Но уже тогда, рассказывая эту ситуацию, обращаю внимание, что среднее профессиональное образование мы должны, конечно, координировать с программой профессионалитета. Это важно. Потому что в этой программе должно быть участие бизнеса. Должно быть участие бизнеса. Об этом давно и долго говорили, спорили, дискутировали. Но к этой пришли, что давайте мы сначала вот так сделаем. Конечно, наверняка у нас будут какие-то учебные заведения среднего профессионального образования без пока участия бизнеса. Они есть у нас в регионе. Но у нас есть возможность и время распланировать сначала те, которые обеспечены. Краснокаменск, например. Да и здесь у нас Петколледж Чизинский, значит, политехнический колледж. Горный. Имеют связи с компаниями, которые могут помогать хотя бы лабораторным оборудованием или какой-то техникой необходимой учебному заведению для обучения студентов. А другие могут пока подождать. Ну, действительно, в поисках находиться. Я бы не сказал инвесторов, в поисках партнёров, что ли. Это общее дело. Вот по такому сценарию мы должны работать. Небольшой уточняющий вопрос по школам. Сенаторы и депутаты сохраняют контроль за ходом этих ремонтов? Ну, безусловно. Это просто очень важная история, потому что я прям наблюдал за этой ситуацией, как и вы работали, Байрбольс Халанович, Андрей Викторович, Гурулёв. И я видел часто, когда вы приезжали, не обязательно вы, а вы и ваши коллеги, и обнаруживали на месте совсем не то, что они хотели бы там увидеть. И поднимали этот вопрос, и тыкали подрядчиков, и без вашего контроля, по-моему, это не будет ехать так, как хотелось бы. Да, Андрей, хороший вопрос на самом деле. Он такой болезненный достаточно, очень серьёзный. Смотрите, ну, хочу сказать, что эта программа инициирована партией «Единая Россия». Я знаю, да. Да, это на самом деле так, и поэтому партийный контроль со стороны руководства партии и вообще членов партии, без разницы, рядовых, простых, каждый может посмотреть и высказать своё мнение. Это первое. Президент поддержал эту инициативу и сказал, ну да, действительно, раз проблема накопилась такая, и регионы не могут справиться без помощи федерального бюджета. Давайте-ка, ребята, все возьмёмся за неё и наведём здесь порядок. Хорошее совершенно решение. Но, а как? Ведь мы видим, каждый может, кто в лес, кто под рова. Поэтому партией сделан проект «Школа мечты», где говорится о том, что мы должны школу сделать, мы же не для себя делаем, мы делаем для детей и для будущих школьников, которые сейчас в садик ходят и так далее. Для ребят. Мир меняется. И школа, которая когда-то нас устраивала просто, я условно скажу, стены побелены, полы покрашены. Карта мира висит. Да, вроде бы всё хорошо, тепло там, уютно достаточно, но не так эффективно. То сейчас мы говорим, что это совершенно другое. Даже вот у вас, видите, дизайн определённый есть здесь, и он же симпатичный, сразу привлекает внимание, и хочется здесь, ну так, в спокойном обстановке рассуждать о государственных проблемах. В том числе о государственных. Да, да. И там так же, в школах. То есть, это должно быть привлекательно, чтобы мы зашли и сказали, слушайте, вот я ещё раз хочу в этой школе учиться. Я с Нерчинска в своей родной школе зашёл после капитального ремонта, посмотрел, как же здорово-то здесь, как здесь уютно, и хочется сюда приходить. Поэтому мы говорим, в связи с этим давайте сделаем так. Мы будем обсуждать внутренний и даже внешний дизайн школы. Да, школа вот она есть, можно её одеть красиво. Да, сейчас позволяет стройматериалы сделать, что она её издалека может быть видно уже. Да, и обычно-то было издалека, как правило, в селе её строили где-то на высоком месте. Да, и так далее. А чтобы ещё и она была цветная, красивая, симпатичная и так далее. Ну, а внутри тем более. Каждая рекреация, каждый этаж, он обсуждается. Кто должны обсуждать? Школьники, родители, педагогический коллектив, да и любой житель села и посёлка, или город. И вот это как раз мы требовали. Объезжая, мы понимали, что мы где-то ещё на пути к этому происходит и так далее. Но нам это нужно делать. Нам нужно это делать. А плюс ещё мы понимаем, столкнулись с проблемой. Ну да, школ много в ремонт зашло. Строительные компании не понимают, что они. Вот ремонт надо сделать, ну и сделают. А им говорят, подождите, цвет краски. Даже, может быть, цвет не предусмотрен проектно-смертной документации. Тогда надо немножко пересмотреть, ну, где-то договариваться, где-то садиться там и так далее. Обсуждать это. Строители могут на встречу пойти коллективу школы и всему сообществу, да, в этом селе. Давайте мы совместным придём к решению. Не все строители к этому готовы. Но сейчас, вот я вчера был буквально в Чернышевске, школу посмотрел. И пообсуждали с... Ну, не весь коллектив собирали, но директор высказывала предложение коллектива школы, и школьников, и родителей к подрядчику. И подрядчик, ну, на 90% согласился с теми доводами, которые мы говорили. Значит, и, соответственно, по ходу даже ремонта у них возникают какие-то мысли. Ну, какая-то рекреация должна патриотической теме. Какая-то там природа Забайкалия, биология там и прочее. Что там даже о космосе и так далее. То есть, каждая... Да, движение первых, соответственно, да, там, где ребята в зимнее время выстроились на линейку или проводят какое-то мероприятие, всё должно быть в соответствии этому. То есть, это хороший посыл, нормально. И это сейчас начинает работать. Что ещё по прошлому году, как вы правильно заметили, мы объезжали, смотрели. У нас же не только контроль депутатский, у нас ещё и контроль партийный. И, соответственно, мы высказывали, это, конечно, темпы. Когда я вот беседовал, ну, о ситуации ещё весной с Валентиной Ивановной Матвиенко по этой программе, она меня напрямую спросила, справитесь, вот столько много вы берёте. Я говорю, мы, конечно, по итогам года справимся, но у нас будут, ну, а 3-5 школ не к 1 сентября. Она говорит, ну, а почему? Я говорю, ну, дело в том, что территория с Байкальского края обширная. И некоторые школы у нас на границе. И туда 600 километров. Стройматериал доставить. Хотя мы об этом говорим, что заранее, на периоде заключения контракта уже, то есть, январь-февраль мы должны с подрядчиком проговорить, ну, как заключили в феврале, например, в конце февраля. В марте все ресурсы, аванс должны быть на стройматериалы, чтобы заранее он пришёл и так далее, к концу учебного года и начать работать. Она согласилась с тем, что территория, да, большая, ну, самое главное, выполнить, я сказал, нет, мы выполним. Мы выполним, раз мы берём на себя обязательства, мы делаем это. И она понимает это тоже, говорит, да, территория огромная, непростая, зимы суровые и так далее, тут ещё стройматериалы. А, кстати, с пограничной ситуацией тоже. Кто у нас строители? Ну, слава богу, забайкальцы ещё есть. Ну, много строителей кто? Китайцы, узбеки, иностранные граждане. Соответственно, миграционная служба, пограничная служба их проверяет. Ну, плюс ещё ФСБ, наверное. Соответственно, надо заранее это тоже проговаривать, чтобы подрядчик понимал, кого он туда может повезти. Может ли он повезти туда иностранную рабочую силу? Нет, это тоже надо заранее всё продумать. Сейчас это начинает, ну, так скажем, устаканиваться что-то. То есть, многие понимают, что они идут, и это срабатывает. Ну, поэтому затяжки происходят, чем мы недовольны. Конечно, это объективно. Да все недовольны, что затягиваются. Надо сделать до 1 сентября, значит, до 1 сентября. Хорошо. Какая перспектива 25-го года? 25-й год точно больше школ, чем в этом году. Больше, чем 6. То есть, мы нацеливаемся на... Ну, амбиции наши, так, 230 заявку подали, но ждём 80. 80 школ? Да. В 25-м году? Хотим, хотим. Но вы когда говорите «мы», это кто? Сенаторы, депутаты? Единая Россия? Нет, это Забайкальский край, министерство желает это. Мы понимаем, что 230 мы сразу зашьёмся, 80 мы можем справиться. То есть, заявка будет на 80 школ? Нет, заявка будет на 230, но всё равно, учитывая того, что может быть, будет конкурс объявлен сразу на 25-26 год, но чтобы нам потом не догонять, не досылать документы, будет всё нормально. А ресурсов в регионе в части тех же строителей? Да-да-да, поэтому я говорю, с 80 мы можем справиться. Ну, вот на мой взгляд, если бы мы получили 40-50 школ, как в прошлом году, это было бы хорошо. Хорошо, это было бы хорошо и так далее. Ну, я ещё раз повторяю, конкуренция высокая. Да, мы понимаем, что часть регионов страны акцентируют внимание, как и мы, на 25-26-27 год. У них, наверное, проблемы эти не так ярко выражены, как у нас. И нам говорят, ну, 29-30 год вы там будете, пожалуйста, вам там хоть сколько дадим. Мы говорим, нет, нам надо ровно, в плановом режиме, чтобы мы и не выпадали, и не зашивались. То есть, вот этот момент. Поэтому, на мой взгляд, 50 было бы вообще здорово. Над этим работаем все. И зампредправительства Виктория Викторовна Бессонова, и Марина Анатольевна Секиржицкая. Министр образования. Да, министр образования. Ну, действительно, все настроены на такой размах. Но мы сейчас ещё до конца не понимаем, как будет функционировать вопрос по капитальному ремонту детских садов. Мы заявку тоже подготовили, Забайкальский край. Я буду всегда говорить мы, потому что мы Забайкальский край, чтобы понимали наши земляки, о чём я вот рассказываю. Поэтому мы заявку подготовили, всё нормально. Анализ провели, как положено, посмотрели. Посмотрели, у кого есть проектно-сменные документации, экспертиза и так далее. Но пока чётко не понимаем, сколько будет. Но понятно, что в первую очередь ставим там, где крупный ремонт нужен и так далее. Поэтому, опять же, говорю, что мы до 30-го года должны распланировать. Ну, приоритеты – это количество детей. Опять же, ветхое здание или не ветхое, вот эти приоритеты, они в первую очередь. Наблюдаете за строительством новых школ? Наблюдаем. По линии «Единая Россия» задача такая стоит. Мы разъезжаемся, закреплены за школами. Смотрим. Я скажу, что, наверное, да не наверное точно, правильное решение, что наших строителей завели туда. По крайней мере, тех людей, которые понимают, как строить Забайкаль, понимают, что тяжёлая задача и справиться в этом году будет архисложно. Мне кажется, они не справятся. Все школы будут сданы 1 сентября 25-го года, я думаю. Ну, чтобы вы понимали, нам же надо сдать до 1 января, так скажем, школы. А потом процессы лицензирования, дети-то всё равно пойдут 1 сентября 25-го года, пока мы снастим школы и так далее. Ну, я думаю, что, может быть, какие-то, да, будем иметь в виду, что не все школы справятся, но какие-то, возможно, сдать и так далее. Ну, по крайней мере, вот у меня на родине, в Нерчинске, но она, правда, не по концессии строилась, и она как бы вовремя начала строиться. И компания «Сфера» хорошая компания. И, опять же, позавчера я был там, значит, смотрели, всё. Вот, кстати, дизайн обсуждали, интересно было послушать. Но пока не при большом количестве народу, а пока собрались учителя, высказывали своё мнение, руководство школы, руководство района, что там хотели бы и так далее, подрядчику. И, я скажу, деловой разговор получился, очень конструктивный и предметный. И, ну, на 90-95% нашли соприкосновение. Кстати, сразу посмотрели, где материал, где заказывать. У нас же что, часть материала ещё, которые хотели бы даже у учителя, он импортный. Его надо заказывать, то ли через параллельный импорт, то ли как он пойдёт. Либо аналоги наши отечественные. Аналоги, слава богу, сейчас появились. На самом деле, хорошие стройматериалы выпускаем в стране. Вот, кстати, дало возможность, да, все события, которые происходят в стране, точнее, в мире, дали возможность нашему бизнесу развиваться. И мы видим, что нисколько не уступает, а даже лучшие есть стройматериалы. И поэтому, но... И я коллегам так говорю, ребят, даже мы сейчас поздно обсуждаем. Мы должны это были обсуждать ещё зимой. Почему? В стране большое количество стройки идёт. Вот где-то были по капремонту, где мы смотрели... А, мы смотрели... Я был в Кыринском районе, в Мангуте, там участковую больницу ремонтировать. Окна заказали, да нет ещё. Ну, у них, правда, проект до конца года или на следующий. Я говорю, вы понимаете, все заводы сейчас загружены. Такое количество строек, такое количество ремонтов, плюс частный сектор и так далее строится, плюс строят многоэтажные дома и прочее. То есть, заводы загружены. Объективно загружены. Вы сейчас будете заказывать, вас скажут, ну, в октябре в очередь вставайте и так далее. То есть, конечно, мы должны это заранее продумывать, просчитывать. Поэтому, даже обсуждая дизайн, понимать, откуда появятся стройматериалы. Это важно. Это очень важно, учитывая ещё и загруженность заводов, и загруженность железной дороги и так далее, и перевозчиков, которые могут доставить. Это тоже же, мы понимаем, можно было бы в спокойное время за пять дней доставить, а будут доставлять там три недели. А это, опять же, учитывая наш короткий строительный сезон. Да, ну и возвращаясь к нашим школам, их, во-первых, очень много. Мы тут недавно проводили открытое мероприятие с Кефером. Одиннадцать. 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 А Кефер, говорит, может быть, даже и двенадцать. И они хотят построить их, мы, как вы говорите, хотим построить их в течение двух-трёх лет. Это, на самом деле, большая история, которая дополняется ремонтами. А возвращаясь к местным застройщикам, я тоже наблюдаю за этим процессом. Он вчера читал где-то в Телеграме, по-моему, Бэйр Байсклавный Чаржамсуева. У них там в Агинском строят энергожилстроя Лопатин. Да, да, да. Да. И за этим, знаете, комфортно и приятно наблюдать, в том числе, потому что все знают Лопатина, кто это такой, что он тут делает, что он уже построил. И все чётко понимают, что он никуда не денется. И Лопатин это понимает. И он не может критично срывать сроки и делать что-то некачественно. И все друг друга понимают в этом смысле. Когда здесь появляется концессионер, которого никто не знает, и который потом куда-то исчезает, это совершенно другая история. И приятно действительно, что появились местные застройщики в этом процессе. Я вот привёл пример Агинского. Да это везде же так на самом деле. То есть вот в Чите строят, Аладдин Мамедов, его тоже все знают на самом деле. В Засобке он строит. Да, в Засобке. Другие застройщики, Атол тоже строят, где они там строят. Радченко в Смоленке. Это люди, которые всем нам известны. И мы понимаем, кто это, что они никуда не денутся. И мы видим, что они уже построили. Это правильная тема. Да, это правильная тема. И вот, кстати, возвращаясь к Агинскому и Клопатину. Во-первых, мы все знаем, кто такой Клопатин. А во-вторых, вот они строили перинатальный центр. Бейр Барсклан вчера это в комментариях говорил. Но это был тяжелейший объект вообще, перинатальный центр. Причем я в этом процессе присутствовал. Мы туда ездили на эту стройку раз в неделю с тогдашним вице-премьером Холмогору Александром Анатольевичем. И там по дороге менялись снипы. По чистым помещениям так называемым. И они были вынуждены проект перешивать. И несмотря на это, они вот это все построили. Это великолепное здание. Я надеюсь, что и школа будет такая же. Но вообще, резюмируя история по школам, она меня удивляет. Вот честно я вам скажу. Масштабы не до конца еще всеми поняты. Край же, как вы правильно говорите, большой. И вот эти все ремонты, они разбросаны по всему региону. Их реально много. Никогда такого не было. Вообще никогда такого. Даже во времена Советского Союза все это строили. Вводили в эксплуатацию. Дальше был какой-то косметический ремонт, который мы еще все школьниками, наверное, где-то там принимали в этом участие. А так, чтобы капитальный ремонт в таких масштабах такого не было давным-давно. Никогда. А строительство новых школ в таких масштабах, я вот до этого не верил. А когда в этом году передали местным застройщикам, я понял, что они не могут не построить. Наш это уже. Поэтому это действительно важная работа, которая внушает надежду. И мне, конечно, хочется сейчас с вами погрузиться в тему вообще образования. Потому что школа это же не только здание. Это не только оборудование. Это еще и дети, которые там учатся. И учителя, самое главное, которые учат. Но я вижу, что мы сейчас с вами можем еще час говорить про образование. Я предлагаю договориться о том, что мы отдельно с вами поговорим тему образования. Там много проблем на самом деле. И это ваша история, в том числе с учетом опыта вашей работы. Я прям некоторые вопросы накидаю вам заранее, чтобы мы в следующий раз могли это проговорить. А пока я вижу, что у вас две новые книги. Наверняка вы их не просто так принесли. Что за история? Ну, соблюдая добрую традицию, я хочу вам подарить. Я прям рассчитывал на это, Сергей Петрович. Ну, это же правильно, хорошо же это на самом деле. Вы знаете, что в партии «Единая Россия» есть тоже проект «Историческая память». Мы его назвали «Историческая память. Забайкальский край». И там один из разделов – это как раз переиздание книг, воспоминаний или какие-то рассказы, или мемуары могут быть, да. А может быть, просто воспоминания людей, которые проживали когда-либо в Забайкальском крае, занимались своей работой, и вот о них решили поделиться и так далее. И в прошлом году, участвуя в предвыборной кампании, когда я проезжал по границе с Монголией, это Кыринский, Анонский, Акшинский район, в Акшинском районе мне сказали, Сергей Петрович, ну, мы знаем об этом проекте, а вот смотрите, у нас книга есть в библиотеке, редкая книга Владимира Кокосова на корейской каторге. Можете обновить каким-то образом? Я говорю, ну, конечно, давайте посмотрим. И нам удалось сделать это. Мы уже часть раздарили книг и так далее, развезли по библиотекам и частным лицам и так далее. Кто такой Кокосов? Вот я к своему стыду, я, честно говоря, не знал, что Акша был город. Вы знали об этом? Это был город. Это был город, когда было образовано Забайкальское казачье войско, там было одно из отделений Забайкальского казачьего войска, сформировано в Акше, центр был в Акша и так далее. И это генерал-медик Забайкальского казачьего войска. Он когда-то, ну, еще будучи молодым медицинским офицером, значит, и офицером медицины, он был на корейской каторге, там, значит, работал и оказывал помощь в том числе и каторжанам, там, и так далее. А потом вот, ну, как говорится, в карьере рос и стал вот генералом-медиком Забайкальском казачьем войске и размещался как раз в Акширже. И вот он свои воспоминания, значит, рассказывал и так далее. Видите, какой солидный генерал и так далее, с бородой, как это раньше было, значит, и так далее. И, соответственно, мы эту книгу сделали, ну, точнее, обновили, и я вам с удовольствием ее преподношу, почитайте там. Он потом, уволившись, умер еще до революции, в Нижнем Новгороде похоронен, но замечательно же его воспоминания, некие рассказы и воспоминания его. Это очень даже здорово, что мы чтим людей, которых, казалось бы, забыли. И вот теперь помним, что Акша до, по-моему, до конца 20-х годов прошлого столетия был городом. Был городом. Отлично. И вторая книга, когда в Сибириаде, это совместно с Забайкальским региональным отделением военно-исторического общества, мы продолжаем издание авторов, ну, забайкальских или какое-то отношение, имеющих к Забайкалью, их книг. Олег Смирнов, он в 45-м году приехал с Забайкалья, в том числе и с эшелоном, на очередную войну. Вот вы знаете, такая боль была, ребят, когда они победители, им хотелось страшно домой, увидите, маму, отца, сестренок, а у некоторых, кстати, уже никого не было, погибших в годы Великой Отечественной войны. А они ехали на следующую войну. Вот это слово «следующее» я неправильно применяю, на войну, которую никто из них не хотел, но они понимали, что страну нужно защищать от милитаристской Японии. И вот они, приехав сюда, и об этом Олег Смирнов написал, ну, наверное, свои ощущения, как ехал, да, что-то, как уже писатель придумал, а он потом остался, служил у пограничников, а потом, когда вернулся в Москву после службы здесь, он даже некоторое время возглавлял журнал «Молодая гвардия», знаменитый журнал, да. Вот эта книга, у него еще много повестей и рассказов, может быть, нам удастся издать и их, но вот «Эшелон» – это как раз путь, вернее, она с двух частей стоит, эта книга, первая часть – это как раз путь с Запада на Восток, а вторая часть – участие в Советско-японской войне август-сентябрь 1945 года. Вот такое. Отлично, я, кстати, все ваши эти книги читаю. Ну, это не мои книги, я их просто помогаю пересдавать, это книги вот тех авторов, которые… Всё, что вы мне дарите, я считаю. Да, что дарю, да, спасибо, Андрей, на самом деле. Действительно, хорошие, и мы будем продолжать, у меня есть пока, ну, я могу проанонсировать, одного автора нашли, женщина, моя одна фамилица, которая была рождена в Нерчинске, она потом в Крыму жила, вот её детские книжки, мы нашли все четыре её книжки, попытаемся, но я думаю, что всё равно по дороге осилит идущий, мы переиздадим её книги. Ну, тут вопросы авторского права, сами понимаете, сейчас всё регулируем и издадим, то есть вернём её книги сюда, в Забайкалье, в Крыму их было в своё время очень много, а в Забайкалье не так много, вот я в Забайкалье всего нашёл одну книгу, знаете, как «Гошка, партизанский сын», понимаете, она была рождена на Нерчинской каторге, сама автор, понимаете, то есть мне кажется, наши забайкальцы должны её тоже знать, что это вот автор у нас здесь, в Забайкалье была, детские книги. Сергей Петрович, спасибо за беседу, спасибо вам за ваши рабочие командировки по краю, это важно на самом деле, чтобы люди видели, в том числе представителей и федеральной власти, которая работает в интересах Забайкальского края, спасибо вам за книги, которые вы задаёте, и спасибо за внимание к теме образования, я надеюсь, что мы в следующий раз с вами её продолжим во время вашей рабочей поездки. Есть о чём поговорить, и вопросы заработной платы, и оснащения, и содержания образования, что очень важно, и важны вопросы, связанные с нашим, так скажем, выходом с Болонской системой, да, системой вот этой образования, что мы берём оттуда лучшее, фактически создаём свою новую, российскую, новую старую, со старой советской времени очень много будет в этой системе. Хотя воспроизвести точно так же будет невозможно, и все это должно быть. Нет, конечно, всё меняется, всё чёт, всё меняется, это здорово на самом деле, просто должно всё работать на населении, на забайкальцев, на забайкальских краях. Тогда до встречи, Сергей Петрович. Спасибо ещё раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok